Здравствуйте, Майкл говорит. Элла Памфилова, глава Центральной избирательной комиссии, потребовала, чтобы урны на участках не были ущербными и поцарапанными. Она решительно заявила, ящики должны быть достойны наших избирателей. Это наше лицо. Ящик, будка, лицо, в целом, да, не придерешься. Дорожайшая Элла Александровна с упорством бульдозера продолжает убеждать себя и остальных, что в сентябре в России пройдут так называемые демократические выборы в Нижнюю Палату Парламента, в Государевскую Думу. Ей, как женщине, хочется верить в волшебство и сказку о том, что в России есть выборы. Простительно для Эллы Памфиловой. Но в реальности мероприятие, которое произойдет в стране в середине сентября, выборами никоим образом считаться не может. На самом деле нас ждет набор и трудоустройство технического персонала в количестве 450 человек на должности оператор пульта голосования ОПГ. В дальнейшем в обязанности технических работников будет входить нажимание кнопок, так, как им скажут администрация президента и Совет безопасности. Помимо этого они будут обязаны по утвержденному расписанию ходить на федеральные телеканалы и с бесноватым видом проклинать Запад и Америку. Работа очень высокооплачиваемая и конкурс среди соискателей достаточно высок. Поэтому сейчас и вплоть до трудоустройства начальник отдела кадров Сергей Владиленович Кириенко лично знакомится с портфолио претендентов, проводит собеседование, а в случае необходимости консультируется с главными акционерами ЗАО Российская Федерация. Да, к какой партии принадлежат соискатели более не имеет никакого значения. Это как в советские времена класс пионеров. Был разбит на отряды и у каждого было свое название. Но дедушку Ленина они все любили одинаково. Ну а народонаселению России, чтобы оно не чувствовало себя оторванным от жизни, в сентябре будет предложено театрализованное участие в утверждении технического персонала. Ну знаете, как маленьким детям иногда дают подержаться за руль или штурвал, и дети радуются, гордятся, я веду машину. Поэтому реквизит важен, да, те самые ящики, урны, кабинки, бюллетенчики, чтобы все было красивое, блестящее и в шариках, как на школьном утреннике.